Глава региона Игорь Орлов представил областным депутатам отчет о работе правительства за 2017 год. Доклад начался с события, которое поставило столицу Севера на карту мира Международного арктического форума. Он не только зафиксировал ключевую роль поморья в деле освоения Арктики, но и стал импульсом к развитию региональной экономики. Месяц интенсивной подготовки принесли существенную отдачу. Заключено всем соглашением. Объем инвестиций на нем составил 27 миллиардов рублей. Впрочем, и без форума экономика поморья показала устойчивую динамику. Архангельская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста инвестиций. Баловой региональный продукт увеличился на 4,6%. Третьего формирует промышленность. Обрабатывающая обеспечила региону первое место по северо-западу. На самом деле цифры впечатляют. Особенно в сравнении с общероссийскими. Особенно индекс промышленного производства 131%. Увеличение объемов производства отмечено в целлюлозно-бумажной промышленности, в добывающем секторе, судостроительной отрасли. В авангарде по-прежнему Леспром. В перечине приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включено 10 проектов Архангельской области общей стоимостью почти в 60 миллиардов рублей. У нас стали строиться новые заводы. 25-й лесозавод, Устьянский лицепромышленный комплекс, пилетные заводы. Ряд предприятий смог провести свою модернизацию. Модернизируется и инфраструктура путей сообщения. Правительство региона добилось передачи в областную собственность акций аэропорта Архангельск и второго объединенного авиаотряда. Сегодня у нас формируется программа развития аэропортовой сети. То есть, в частности, туда входят и Котлас, и Лешуконская, и Соловки, и вот в Вельске инвесторы приводят в порядок взлетно-посадочную полосу. И сегодня об этом говорил губернатор. То есть, есть движение вперед. Движение идет и по дорогам. В 2017 году на их строительство и ремонт было направлено более 7 миллиардов рублей. За счет стабильного финансирования значительно раньше срока удалось сдать, например, проезд сибиряковцев в Архангельске. Сдавали в регионе и жилье. По итогам программы переселения завершено строительство 208 домов. Заветные квадратные метры получили более 15 тысяч северян. 2017 год стал прорывным в системе здравоохранения. Положено начало практической работы по трансплантации органов. На приобретение современного медицинского оборудования было направлено более 160 миллионов рублей. В 2017 году были завершены работы по строительству перинатального центра, который изменит систему родовспоможения в регионе. До 2021 года продлена выплата регионального материнского капитала. К слову, о других мерах поддержки. В 2017 их получили более 400 тысяч человек. На расходы на эти цели, на цели поддержки многодетных семей и семей, воспитывающих детей, уже в областном бюджете выросли до 1,7 миллиарда рублей. Я хочу напомнить, что в 2004 году они составили 100 миллионов рублей. Серьезные средства в 2017 году шли и в сферу образования. В том числе на строительство школ Ведерцево и Красноборске. Создание более 300 дополнительных мест в детских садах. Закупку 18 школьных автобусов. Это же не просто цифры того, что вложено в регион. Это новые рабочие места, это новая прибыль, это новые инструменты развития территории и конкретных направлений. Мы, безусловно, выполнили все социальные обязательства. Мы очень высокими темпами росли в здравоохранении и образовании. Но, повторюсь, это то, что создает основу двигаться дальше. Глава региона подчеркнул, итоги развития Архангельской области отражают эффективную совместную работу всех ветвей власти и согласуются с федеральными трендами.